Здравствуйте! Перед нами первая модель Ниссана, которая стала выпускаться на российском заводе. На самой первой Тиане прокатился даже Владимир Путин, который присутствовал на открытии завода. Двигатели V6, которые устанавливались на Ниссан Тиана, на протяжении 14 лет получали престижные награды в разных странах мира. Кстати, вы наверняка не знали, что Тиана переводится как расцвет с языка американских аборигенов. Именно таким романтичным именем назван автомобиль, который сегодня попал в наш выпуск. Этот автомобиль мы забирали у официального дилера из Трейд-Ина. Мы просто не могли пройти мимо, потому что эта машина 2012 года выпуска, и за все время у нее был только один хозяин. ПТС, естественно, оригинальный, и общее ее состояние, ну, нельзя назвать новой, но близко к тому. Кузов не перекрашивался, только капот покрывался вторым слоем лака. Ну, если вы понимаете, то в микронах здесь слой краски около 170-180 микрон. В общем, не очень толстый слой. В общем, машина классная, по состоянию просто изумительная, и комплектация у нее очень богатая. Вы часто просите называть цены на автомобили, которые появляются в наших сюжетах. Мы цены не скрываем, но называть их не будем, потому что кто-то может смотреть этот ролик гораздо позже появления его на канале. Цена может измениться, и для кого-то стоимость вот нынешняя может показаться дорогой. Плюс ко всему, если вы реально заинтересованы в автомобиле, то вы можете перейти по ссылке, которая будет в описании к этому видео, и спокойненько найдете эту машину. Внешний вид цены можно назвать нестандартным и оригинальным. Машина однозначно узнаваема в потоке. Седан достаточно длинный, 4 метра 85 сантиметра. Это накладывает, конечно, свой отпечаток на эксплуатацию автомобиля в российских условиях, но, как пишут на разных форумах, с рестайлингом машина стала сантиметра на полтора повыше. Но на самом деле каталоги такую информацию не подтверждают. Клиренс 150 миллиметров, но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что пороги и бампера этого автомобиля достаточно высоко находятся над землей. Это, конечно же, плюс. У нас как раз-таки рестайлинговая версия. Эти машины смотрятся свежее и как будто бы новее. Ну, наверное, потому что в целом они позже выпущены с завода, и завод-изготовитель добавил новые оттенки в цвета машин. На седании бизнес-класса просто обязан быть движок V6. Именно такая конфигурация двигателя устанавливается на нашу Тиану. 2,5 литра это VQ25 на 182 лошадки. В полноприводных версиях на Тиану устанавливали обычный 4-цилиндровый рядный двигатель, бензиновый. И, конечно, звук там совершенно другой. Когда ты видишь такую машину, седан бизнес-класса, повторюсь, то ожидаешь совершенно иное. Но вот в данном случае эти 6 цилиндров дают о себе знать. Просто послушайте этот звук. Сам по себе двигатель достаточно надежный, ГРМ цепной, ходит очень долго. И, как пишут, опять же, на различных форумах и в различных каталогах, эти движки ходят дольше, чем двигатели у главного конкурента, у Toyota Camry. Если вдруг так случится, что придется покупать контрактный мотор, то стоимость его в Новосибирске от 30 до 80 тысяч рублей. В целом приемлемо. Ну, такое может случиться только если вы приобретете машину уставшую, со скрышенным пробегом и где-то в непроверенном месте. Даже на полноприводной версии Тиана устанавливали вариаторные коробки передач. На мой взгляд, эта коробка отлично подходит Тиане, потому что благодаря ей можно снизить очень хорошо расход топлива. Плавность хода, конечно же, увеличивается. В целом, мнение по надежности этой коробки, конечно же, разделяется, но, опять же, если вы возьмете проверенную машину, то проблем не будет. Контрактная коробка стоит в Новосибирске в среднем 50 тысяч рублей, ну, тоже не очень-то и большие деньги. Объем багажника у Тиана 488 литров. К сожалению, его увеличить нельзя, потому что сиденья второго ряда не складываются. Но в сидушке второго ряда есть небольшое отверстие, куда можно просунуть что-то длинное, к примеру, ну, хотя бы лыжи. Очень грамотно сделан механизм, который держит крышку багажника на кузове автомобиля. То есть этот сам механизм не прячется в багажнике, не седает полезное пространство, а находится снаружи. Комплектация в нашей машине предмаксимальная. Здесь не хватает только люка, который не всем-то и нужен. А вообще здесь есть все, что предлагал производитель для этой модели. Сразу бросается в глаза то, что здесь есть управление подогревом и вентиляцией заднего ряда сидений. Вообще здесь трехзонный климат-контроль. То есть для пассажиров, которые сидят сзади, можно настроить температуру, которая необходима только им. Места вполне достаточно. Я сижу сам за собой, рост мой 180 сантиметров. Ну, можно было бы даже еще пододвинуться вперед. В общем, места вполне хватает. Многие можно подсунуть под переднее кресло. И я думаю, что именно в дальней дороге, на трассе, в этой машине будет самое приятное передвижение. Также хотел бы обратить внимание ваше на состояние кожи. Здесь полностью черный кожаный салон. Машина восьмилетняя. Все здесь просто классно. Это к вопросу о том, что часто в объявлениях мы видим машины подобные, у которых пробег, ну, к примеру, там 100 или меньше даже тысяч. А в салоне-то не на что посмотреть. Эта машина прошла 161 тысячу километров. Пробег подтвержденный. И посмотрите, как должна выглядеть кожа в машине, у которой реально пробег 160 тысяч километров. Вот, поэтому мы точно знаем, что на вторичном рынке автомобилей очень много обмана и стремимся к тому, чтобы сделать этот рынок более цивилизованным. Вот яркий пример. Кстати, я забыл о такой функции, которая есть в этой машине. Когда вы глушите мотор, сидение водителя отодвигается назад. Соответственно, сейчас я сзади сидел так, что сидушка эта была максимально туда отодвинута. В общем, места там реально больше для пассажира. Ну и спереди все, конечно же, гораздо интереснее. Комплектация очень богатая. Вот про климат я уже сказал. Здесь есть большой монитор, камера задняя, поворотные стрелочки, которые помогают парковаться. И помимо заднего ряда вентиляции, есть также и на переднем ряду. Также отличительной особенностью именно этой машины является наличие оттаманки для переднего пассажира. Очень удобная штука, особенно если вы едете куда-то далеко. Вообще же машина располагает к очень комфортному передвижению, особенно на дальние расстояния. Список опций достаточно большой, продолжать его нет смысла. Но также, что мне сразу бросается в глаза, это, конечно же, качество материалов. Еще раз напомню, машина 2012 года. И вот с таким пробегом, с таким возрастом в салоне все выглядит просто замечательно. Кожа шикарная. Вставки под дерево смотрятся очень хорошо. Прямо вот цвет их очень подходящий для этого автомобиля. Опять же, вспоминаем конкурирующую модель от Toyota. Там вставки под дерево совершенно другого оттенка, другого цвета. И они смотрятся там, ну точнее даже не смотрятся. В этой же машине дизайн интерьера, на мой взгляд, очень хороший. Также в Nissan Infiniti мне очень нравится полочка, ну я ее так называю, полочка возле монитора. То есть кнопки располагаются практически на горизонтальной поверхности. И это добавляет какого-то своего шарма интерьеру этой машины. Итак, в наших руках сегодня Nissan Tiana 2012 года выпуска. Рестайлинговая с передним приводом и двигателем объемом 2,5 литра. Сейчас опробуем ее на ходу. В машине очень хорошая шумоизоляция. Вот мы только начали ехать и сразу ощущается, что улицу не слышно совершенно. Небольшое замечание к наружным зеркалам. Они немного узковаты, хотелось бы, чтобы они были больше. Ну а обзорность через окна, она здесь очень хорошая. Но только вопрос к наружным зеркалам. Двигатель становится слышно, когда обороты становятся достаточно высокими, но звук это приятный. Все-таки V6. Что касается расхода топлива. Человек, который эксплуатирует точно такую же машину, сказал мне, что в городе Tiana ест около 12-13 литров. А по трассе можно спокойно уложиться в 8 литров. Комфорт на достаточно высоком уровне. Во-первых, это седан. Во-вторых, седан бизнес-класса. Сейчас есть возможность дать газу. Двигатель слышно. Разгоняется хорошо. Есть еще спорт режим кнопочка. Но я ее сейчас не нажимал, потому что все-таки движение в городе достаточно плотное. Но радует разгон и звук от мотора. Если говорить о конкурентах, то их у Тианы достаточно много. Она никогда не продавалась лучше, чем другие машины подобного класса. Какое-то время была на втором месте по продажам среди новых. Но главный конкурент это, конечно же, Toyota Camry. Есть такие машины, как Ford Mondeo, Mazda 6. Что там еще? Может, что-то забыл. В общем, конкурентов достаточно много. И у всех есть свои плюсы и минусы. Но конкретно в этой машине я плюсом вижу именно V-образную шестерку. В случае с передним приводом. Также достаточно богатые уровни оснащения у этих машин. И вот лично мое субъективное мнение, это, конечно же, вариатор. Потому что жрет машина меньше, чем конкуренты. Едет повеселее. В общем, вся эта связка трансмиссии дает очень хороший результат, хорошие показатели. Мне лично все это очень нравится. Если бы вопрос встал о выборе такой машины, то Тиану я бы рассматривал, ну, наверное, даже в первую очередь. Ну, ладно, вспомним мы про Camry. Она будет дороже гораздо. Она будет ликвиднее. Это, конечно, плюс. Но вот если 2.5 мотор, 2.4, 2.5 моторы мы берем, то там рядная четверка, звук совершенно другой, тяга другая. А по надежности эти движки даже поинтереснее. Вот сейчас разгоняемся еще раз. Спорт режим. Мотор. Слышно. В общем, динамика отличная. А люки и стыки асфальта машина проходит вообще незаметно для водителя и пассажира. В общем, комфорт обалденный. Вот хотелось бы, конечно, на такой машине прокатиться по трассе, куда-нибудь дальнюю дорогу, испытать вот там. Все-таки город для таких тест-драйвов все-таки не очень хорошо подходит. Но машина классная. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и переходите в наш инстаграм. Эту машину вы можете приобрести в автосалоне RDM Import Новосибирске на улице Фрунзе, 61-2. Мы работаем без выходных. На этом все. Спасибо за внимание и пока.